В России идет масштабная кампания по вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Для достижения массового иммунитета необходимо привить не менее 80% взрослого населения. В Великоустевском районе, несмотря на широкую информационную кампанию вакцинации, достичь нужного уровня пока не удалось. Сегодня у нас привита первично, то есть получили первую прививку, ревакцинацию, либо однократную прививку – 21 672 человека, из которых закончили вакцинальный курс – 18 092. Это составляет 55% от планового объема, который для создания коллективного иммунитета должен быть 80%. Эпидемиологи отмечают, что в Великоустевском районе иммунизация идет скачкообразно. Наибольшие темпы вакцинации фиксировались в мае, августе и октябре текущего года. И если в летние месяцы устюжане прививались из-за поездки в отпуск, то в октябре поводом для нее послужило введение QR-кодов и начало обязательной вакцинации для ряда сфер деятельности. Без мотивации со стороны государства темпы вакцинации сразу снижаются, отмечают эпидемиологи. С такими методами согласны далеко не все. Устюжанка Людмила Суранова считает, что любая прививка – личное дело каждого. И принуждения со стороны государства быть не должно. Вот эта настойчивая, навязчивая забота государства нашего всех вакцинировать подряд и якобы, значит, эпидемия пойдет на спад, она напрягает. У меня очень много знакомых, которые буквально еще, может быть, два месяца назад хотели бы поставить вакцину. Но учитывая то, что сейчас происходит вот это давление, прессинг, они сказали, нет, это ребята что-то не просто так. То есть они отказались от этого, говорят, мы подождем. Согласно опросу Устюжан в официальном сообществе «Русский Север – Великий Устюг» в соцсети, еще одной причиной, по которой люди отказываются прививаться от ковида – скудный выбор вакцин. Преимущественно в нашем районе прививают спутником ВИ, самой первой вакциной от коронавируса. Многие считают ее не до конца проверенной. 30% участников опроса в интернете не верят в ковид-19, либо категорически против любых вакцин. С ними согласны большинство Устюжан, которых мы спросили дополнительно. Разные ведь причины у каждого. Кто-то боится элементарных уколов, кто-то, значит, видимо, как они называются, антиваксеры, да? Ну, а остальные-то ведь прививаются. Мы вот привиты сразу, значит. Не знаю. Кто-то, может быть, и боятся, что вот эти прививки потом какие-то последствия будут. Может, этого боятся многие. Возможно, не прививаются, потому что некоторым категориям это нужно обязательно. Но есть в человеке такое, ну, не хочется делать вот из-под палки. А может быть, недоверие. Некоторые считают, что вакцина не до конца проверена, изучена, сам вирус не до конца изучен. Поэтому сомневаются, боятся, боятся побочных эффектов. Много кто еще говорит, слушает, кто там что наговаривает. Много в интернете же, да, всяких фейков, новостей, специально распространяется. Что там после прививки сразу там человек, не ставит человека, там еще что-нибудь. Всякое же пишут. Вот и боятся, особенно люди пожилого возраста. Я против вакцинации. Вот сможете объяснить, почему? У меня ни одной прививки вообще нет. Я никогда не прививалась, ни своих детей не прививала, не прививалась и не буду. Сам тоже пока не привитый? Ну, не знаю. Массовая вакцинация населения от ковида Вологодской области стартовала в январе 2021 года. За это время первым компонентом привились 502 тысячи человек, 417 тысяч прошли полную вакцинацию. Степан Крижановский, Вячеслав Голиков, Телеканал «Русский Север». Продолжение следует...